Приветствую вас, Алексей. Смотрите, я хотел бы выделить несколько важных моментов в вашем тексте. Первое, это то, что ваша жена, ваша жена, это, ну, выглядит все как то, что ваша жена это определенный статус. То есть вам это дает определенный статус, вам это дает определенное такое сумасшение, да, вот, это определенная вершина, возможно, которую вы достигли, которую вы добились, вот, завоевали, которую, возможно, и, в принципе, все. То есть человек, да, вас привлекает только определенными моментами. Вы говорите, безумно красива, умна, с прекрасным характером, вот. То есть это вот приступ, знаете, к какой-то такой набор, да, то есть по большому счету можно здесь говорить о сексуальной любви и об эротической любви. Ну, этого может быть достаточно для отношений, но совершенно очевидно, что вы со своей женой, даже, как бы, вот, в период, когда, когда у вас была любовь к ней, даже в этот период, вам с ней было пусть хорошо, но вот как-то вот полностью, да, вы свои потребности не удовлетворялись с ней. Это очевидно, что ради нее вам пришлось вот на что-то наступить, ну, наступить себе на горло в чем-то. Вот, собственно, именно подобное наступание на горло в себе в чем-то и привело к тому, что сейчас вас тянет к другим женщинам. Вообще говоря, вот это вот значение вашей жены для вас, да, не касаясь сейчас вопросов страха, вот, очень важно. Потому что в контексте статуса, в контексте значения вашей жены для вас можно говорить о том, чего вам не хватает. Это первое. Второе. Да, и еще, вот, по поводу первого момента, очень важно быть предельно честным с тобой. О чем я думал, когда вступал в отношения с ней, чего я хотел вступать в отношения с ней, ну и так далее. Дальше. Одевого момента вас тянет к другим женщинам. Но, свердительно очевидно, что есть моменты, которые вас, ну, не выздоровывают, не удовлетворяют в отношениях. В том числе, вероятно, не только сексуальные, но и моменты гендерные. То есть, со своей женой вы перестали чувствовать себя мужчиной. О чем это говорит? Это говорит о том, что опять же в своем поведении по отношению к жене вы наступали себе на горло, вот. Ради своих целей. Ну, то есть, понятно, ранее того, чтобы жену будущую покорить, да, завоевать, но цели все равно как бы ваши были. Потом, когда вы поняли, что жену вы завоевали, что ей с вами хорошо, что она к вам приятная, что она вас любит, ну, соответственно, надеваться это делать у вас пропало. И желание, которое вы ранее подавляли, вы начали выходить на первый план. что и обуславливает тягу к другим женщинам. Важно понять, почему, по какой причине вы не можете чувствовать себя мужчиной со своей женой, и важно понять, чего вам не хватает своей женой, что вы пытаетесь получить у других женщин. что представляет из себя тяга к другим женщинам, вот. Совершенно очевидно, что это как бы вытекает из значения вашей жене и вашего восприятия ее. Дальше. Вы говорите о том, что боитесь потерять стабильный брак, боитесь потерять хорошего партнера, боитесь потерять некую опору свою в будущем, в далеком будущем, имеется в виду старость, где человек будет вас там поддерживать, и прочее, прочее, прочее. То есть, грубо говоря, вы боитесь будущего. И хотите себя защитить и обезопасить. Здесь момент такой. С одной стороны, в том, что вы хотите себя обезопасить, это верно, но с другой стороны, вы почему-то считаете, что обезопасить вас может только ваша жена, и поддерживать вас может только ваша жена. Почему-то вы считаете, что вот, значит, ну, типа, что вы обязательно останетесь один. То есть, вот здесь нужно понять, чего вы боитесь либо того, что вы останетесь один, тогда это страх одиночества, это непринятие чего-то в себе. Либо вы боитесь остаться, там, к примеру, незащищенным, и это немножко другое. Дальше. Вы говорите про зависть, то есть, ваша жена предмет зависти других. И здесь, к сожалению, для вас крайне-крайне неприятные новости о том, что вы свою жену воспринимаете как приз, и считаете, что другие люди вашу жену тоже воспринимают как приз. И, к сожалению, то, что вы воспринимаете ее как приз, как ценность, как, как, может быть, даже сказать лучше, драгу ценность, обуславливает то, что вы не видите в ней личность в полной мере. И это большая проблема, что вы вот свою женщину, и, как мне кажется, не только свою женщину, но вообще женщину воспринимаете как вот тот некий такой, не знаю, атрибут, которым можно хвалиться. Это очень большая проблема. Вслед за суд о том, что вы в себе не уверены, вслед за суд о том, что вы себя как-то вот обесцениваете и используете женщину для того, чтобы она вас как-то вот, ну, она как-то демонстрировала вас в лучшем свете. То есть, вот у меня такая женщина, значит, вот я такой. Вот. Это крайне неуверенная и обесценивающая самого себя позиция. Дальше. Значит, в то же время я понимаю, что меня тянет к другим девочкам даже пускай менее, пускай даже менее достойными. Ну, здесь вы говорите о достоинстве. Я полагаю, что речь идёт о том, что вы склонны мыслить Алексею с такими вот, знаете, стереотипами, что ли. То есть, недостойная женщина, недостойная женщина. Кто это определяет, какая женщина достойная, какая нет. А вот почему женщина может быть предметом зависти. То есть, это явно вот какие-то такие понятия, какие-то такие мысли, которые, ну, достаточно стереотипичные, да, стереотипичные именно, стереотипичные. Я бы сказал, в некотором смысле, излишне, излишне социализированные. Вот. Излишне может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, чересчур как-то вот социализированные. Вот. И ориентированные чересчур, вот ваши мысли, ориентированные чересчур на, ну, на, как бы вам так сказать, на других, на других людей. Вот. А мне на, не на себя. Вот. Не на себя, а на других людей. И мне кажется, в общем и целом, что это, ну, весьма, весьма, такая серьезная, может быть, проблема для вас, потому что, ну, как-то вот, получается, получается так, что вы, ну, как-то вот своей жизнью, не сказать, что вы живете, да, получается, что у вас очень много, очень много такого вот социального элемента в, ну, в вашей психологической реальности. Вот. Вот. И мне не кажется, это чем-то таким вот, знаете, знаете, чем-то таким, ну, полезным, полезным для вас, если, если угодно. Вот. Мне кажется, что наоборот, это для вас, ну, достаточно вредно. То, что, вот, ну, что, как вы, ну, себя, вот, позиционируете. Вот. И, соответственно, нужно как-то больше ориентироваться на себя, да, на свои чувства, а не на социальную историю. Вот. Вот. Тогда, я думаю, вы, ну, сможете быть более, эм, таким аутентичным, да, более, может быть, эм, естественным. Вот. И, соответственно, вам будет, эм, легче принимать, эм, ну, какие-то, эм, ну, какие-то, эм, решения, да, какие-то, эм, действия, какие-то поступки совершать будет проще. Вот. И тот выбор, который вы, вот, описываете, что этот выбор может быть, оставаться в отношениях с супердевушкой, которым можно гордиться, которая меня любит, но которую, грубо говоря, не люблю я. Либо оставаться отношения, разорваться, представить в пути, как будто я прекрасная дама. То есть, понимаете, вы здесь, эм, в девушке вообще не видите личность. То есть, вы воспринимаете её исключительно через призму, вот какой-то такой общесоциальной, не персональной, эм, значит, эм, ценностям. Вот. Что является, на мой взгляд, очень серьезной проблемой, эм, потому что это исключает вас возможность эм, адекватно выстраивать отношения, эм, вот. Ну и, эм, соответственно, с другими девушками, да, с другими женщинами, женщинами. Эм, в общем и целом, эм, тоже здесь, эм, проблематика, потому что, ну, а, как, да, то есть, если, например, если, например, эм, например, другую женщину, вы считаете это, допустим, ну, недостойной тоже, эм, вот, что, получается, что вы себя осуждаете за то, что вас кричатят. Вот. Ну, то есть, вот, эм, крайне, крайне не самостоятельно, я боюсь, вы выглядите, эм, в этой всей истории. Вот. То есть, для вас, вот, важны такие, вот, внешности, внешне, эм, и, э, социальные атрибуты, э, вот, для вас важны, э, внешние и социальные атрибуты. Эм, ну, на самом деле, вот, понимаете, штука-то вся в том, что внешние социальные атрибуты, они не, ну, никак не соотносятся с тем, э, э, что вы хотите вы, понимаете, какая история, какая история, вот. И, на мой взгляд, на мой взгляд, э, это очень большая проблема для вас, вот, потому что, э, э, вы отдаляетесь, э, э, как бы, от, ну, от себя самого, вот, отдаляетесь от того, что, к примеру, вам важно, и, в общем, э, э, не получается. У вас быть в, э, долгосрочной перспективе, э, счастливым. Вот. Особенно ваши имитания, соответственно. Вот. Так что выбор, вот, тот выбор, который вы себе ставите, он, к сожалению, к сожалению, э, крайне оскорбитель для девочки, вашей жены, и вы мне, возможно, не поверите, но он крайне оскорбитель и для вас тоже, потому что вы обесцениваете себя, ну, вы обесцениваете, э, обесцениваете, э, э, свою сцену. Таким образом. Вот. Мне очень, лично не очень жаль, конечно, что, э, приходится вам это говорить, вот, но я надеюсь, я надеюсь, что, э, мое мнение, как, 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 вот, ну, как психолога будет, э, вами учтено, и вы все-таки постарайтесь увидеть, э, проблему именно, вот, в этом, да, а не в, э, вопросе, ну, скажем так, вы, выбора, да, каком-то, конечно, выбор, какой бы то ни был выбор, он здесь не решит, э, проблему, как таковой, вообще, ваш, вот. Э, на этом все, я надеюсь, э, что помог вам, если вам понравился мой ответ, то, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится самым лучшим для вас образом, и вы смотрите на этот выход из, э, э, положения.